Всем привет, дорогие друзья! Вчера выходило видео про обработку трех орхидей медным купоросом. Сегодня мы посмотрим на результаты спустя какое-то время. Но покажу сегодня четыре орхидейки. Так, это первая орхидейка, которая была в том видео. У нее была мокрая шея, коричневая здесь и такая вот влажная и мягкая. Мы обработали по стволику медным купоросом. Посмотрите сейчас стволик, он видите аж беленький. Ничего коричневого здесь нет и вот если присмотрите, здесь начинают просыпаться корешки. Новых корешочков от шейки нет, но еще времени прошло совершенно мало. Но успех в том, что никуда наша гниль мокнущая не пошла. При этом, смотрите, треснул листик, шейка набухла. Я думаю, вот-вот пойдут и новые у нас корешочки. Корешки в целостности и сохранности в росте тоже пока не находятся. Это единственная листья, который был уже кончик листьев желтого цвета в тот раз. Видите, желтизна пошла дальше. Но мы его сегодня подрежем. На ура справился здесь медный купорос. Можно сравнить ту историю шеи и эту. Все подсушил, никуда ничего не пошло. То, что в принципе и требовалось. Следующая орхидейка, это у нас был пират Пикоти Бабочка, который пострадал сильнее, у которого прогнила вся шея. Я никаких не давала надежд на то, что он останется в живых. Сейчас я вам покажу. Про него я снимала несколько видео подряд после обработки. И покажу динамику. После покажу его на данный момент. Так, вот, три дня обрабатываю. Процесс вот гниения еще идет. Сейчас вот здесь еще раз чуть-чуть зачищу. Может, все-таки еще получится что-то. Внутри все равно остается. Видно, что гнили. Так, в тот раз немножко опять зачистила. Уже опять прошло два дня. Но все равно продолжается. Здесь вот прям туда выемка идет. Ну, гниют и все. Сейчас еще раз попробую зачистить. И еще дальше обработать. Очередная зачистка. Тут уже вообще ничего не остается практически. Вот, намочила ватку прям медным купороси. Это хочу прям приложила, хочу оставить на какое-то время. Ну и вот, ситуация. Ничего не получилось. Уже несколько раз зачищала. Постоянной обработки не получилось. Как видите, мягкая шея уже. Вот макушка может сказать. Надавите и все. И провалится. Желтит вот этот лист. И еще очередной. Так что, как я и сказала, останутся у нас только корешочки. С пенечком. Уже глаз наметан. К сожалению. Ну и вот. И тут лист желтит. Ну вот, остается еще зеленые два листочка. Поэтому очень рассчитываю я на детку от этого пенька. Очень жалко. Крупное, хорошее растение. Не один год и цвело. И цвело регулярно. И постоянно. И очень даже неплохо. Целляри. Ну такое бывает. Ну что ж, друзья. Вот что осталось от орхидейки на данный момент. Прогнозы были у меня также неутешительные. Видите, верхушка прогнила. Она ушла. Тут все сейчас подсыхает. И листочки. Что не радует, что листочек вот этот вот тоже, видите, пожелтел. Но ничего. Остается один у нас листочек зелененький. Я также, как и в прошлый раз, надеюсь на деток. Корни относительно все на месте. Нет, есть, конечно, по состоянию первичному, когда началась обработка. Они вообще были все, в принципе, целые. Есть пропадание, но не в большом количестве. Очаг находился здесь. Можете пройти, если кто-то не видел видео, и посмотреть. Дальше пошло пропадание вот этих вот корешочков усыхания от шеи. И вот такая вот картина. Здесь медный купорос не справился, но, в принципе, я так, если честно, и знала, что так и будет. В том видео, в принципе, об этом и говорила. Ну, остается, как я сказала, один еще зеленый листик. И это больше шансов получить все-таки детку. До конца инфекция не прошла. Только сверху поражены корни. Только сверху они подсушены. Дальше от стволика идут целые. Не усохшие. И в горшке, соответственно, тоже вот они живые. Не справился, но такое есть. Пузыри осы. Я, конечно, тоже говорю, без лабораторных сказать вам не могу, но я склоняюсь. Ну, то есть, в таких ситуациях шансы минимальные. И я, как и в прошлом видео, говорила, если не поможет медный купорос, ничего нам не поможет. Третья орхидейка, которая была в том видео, это тоже Беглипчик. Как и первый персонаж, Беглип, похожий на радугу. Здесь какая история была. Здесь после пересыла начал мокнуть цветонос. Он прям стал таким гнилым. И если нормальный пропажет цветонос, он просто становится желтым, потом он деревенеет и становится сухой. То в той ситуации совершенно другая история, которая могла повлечь за собой пропадание. Самой мокнуть цветонос мог спровоцировать гниль с его ствола. Это уже было тоже у меня в практике моей. Поэтому он легко выломался вот здесь с этого места. Осталась дырка. И эту дырочку, это дупло я туда прям кисточкой промазывала, прокапывала. Медный купорос, чтобы никуда у меня инфекция не пошла. Как видите, все целое. Все листики на месте. Ничего у нас дальше не пошло, не прогнило. И даже за это время у нас пошли корешочки некоторые в рост. Вот они новенькие. Вот тут тоже новенький решолечка. И вот. То есть орхидейка вот тут тоже в росте. Прекрасно себя чувствует. Я думаю, что тут тоже, скажем, в профилактических целях. Этот гнилостный цветонос после его удаления. Надо было обязательно, скажем, промазать, продезинфицировать. Чтобы не пошло никуда ничего дальше. Еще одну орхидейку я вам покажу. Которую покупала и получала по почте ранее. Вы ее тоже все знаете. Тоже такой радужный беглипчик. Немножко ставлю кадров с видеополучения. И фото состояния этой орхидеи после получения. Здесь вот мне где-то там сомнения было в корешочках. Но продавец не разубедил. И не сделал другого фото. Поэтому может там, конечно, все подсвечено. Все аккуратненько запасовано. Пакет запакован. И сама орхидейка еще в салфеточке. Сейчас, секунду. И, 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 и... Вижу уже вот, чего боялась. Желтые. Желтые листья. И причем, смотрите, в каком количестве по обе стороны. Ну, буду сейчас смотреть и буду писать, естественно. У меня продавец отправил ракушечки. У нас в группе там девочка сгрузила ссылку на неприятный отзыв насчет этого продавца. Ну, что вам сказать? Тут... Тут что-то, что-то... Да, вот. Корешочки. Вегусь сюда. Корешочки. Вот и на фото они выглядели не очень здоровыми. И вот... Видите, с шеей. Да, тут... Черная... Черная гниль. Вот здесь. Сейчас. И вот они, отсушенные корни от шеи. Вот они, видите, пошли отсушка корней. Смемем листики и доберемся уже. Да, вот. А, в общем, мокро прям, аж сочится. Не знаю. Вот они. Невый. Что тут с ним? На самом деле, очень красавец такой вот. Я его уже давно хотела. Такой вот только первый раз увидел. Фирма хорошая, декором. Посмотрите, какой радужный бы клипчик. Девчонки просили показать. Потом говорят, как получишь. Его действительно он такой красавец. Он действительно симпатичный, девчонки. Сать. Насте. Не знаю, откликнется она. И вот тут вот уже желтит. Вот посмотрите внимательно. Вот эта шея. Она уже имеет желтый оттенок. Я не знаю, передается или нет, но это действительно так. Ну вот. Очередная посылка. Друзья мои. Очередной. Как вы могли видеть, при пересыле этот бы клипчик очень сильно стрессанул. И у него было несколько пар листьев по обе стороны желтые. Началась проблема в шее, гниль в шее. Я тоже обрабатывала его медным купоросом. Основательно шейку. Показывала вам уже это на канале. Эти места обработки у нас уже ушли вот сюда. Вик, пожалуйста. Вот она лысенькая шейка. Голенькая. Вот эти места. Вот эти места. Вот они. Мы все обрабатывали. Спустя такое время уже мы нарастили. Смотрите. Тут, правда, уже тоже оставались рожки-доножки. Вот это вот уже доморощенные листики. Да, они маленькие. Абсолютно маленькие. Потому что с корневой системой также. И при пересыле, и до посыла, я уже видела на фото продавца, подгнивание корневой системы. Но продавец все равно мне выслал с такой вот ситуацией. Ну, и ничего страшного. Больше особо мы тут за это время в корнях не потеряли. Их было не так много. Ну, потому что орхидея пришла вот в таком вот болезненном состоянии. Естественно, вот такой вот небольшой листик. Ну, это не страшно. Выпустили уже и второй листик. И посмотрите, этих же всех корешочков, которые вот находятся здесь, выше от шеи, выше от зачищенной вот этой вот шейки, их не было. Это все наросло после. После мы инфекцию победили. Шейка у нас, смотрите, раздулась. Толстенькая стала. И вот так вот, смотрите, она дала корешочки. Прекрасный результат. Сейчас уже можно подсыпать грунт. Я не подсыпала долгое время. Наблюдала. И чем мне нравится медный купорос, то, что все наглядно видно. Ничего не застилается никакими красками. Не замазываются проблемные зоны. Прозрачная водичка. Помазали и наблюдаете. Викафокус. За тем, что происходит с орхидейкой. Вовремя можете сделать определенные действия. Вот перед вами, в общем-то, 4 орхидейки. Обрабатываю я им. И гораздо большее количество растений порой мне приходится. И вот на одной только орхидейке медный купоросик не справился. Но это же дело такое. Как я сказала, что не справится, скорее всего, медный купорос. Но и ничего тогда, в принципе, уже и не справится. Вот такие у нас результаты. Результаты, я считаю, что все равно неплохие. Очень даже хорошие. Учитывая, что средства можно приобрести в любом магазине практически. Стоит и на копейки. Не надо там выписывать его по почте. Развел. Там этого пакета хватит. Не знаю, на года. У меня уже год я им пользуюсь. И больше, чем пол пакета еще осталось. Кому интересно, принимайте к сведению. Кто считает как-то по-другому, что этот препарат совершенно непригоден для обработки орхидей. Без комментариев пройдите имя. Для вас у меня, можно сказать, свой опыт путем проб и ошибок. А применять его или не применять каждый решает сам. Все, друзья, до новых встреч. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки. Комментируйте. Жду вас вновь на своем канале. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok